Всем привет, это канал Fast About Blender, меня зовут Тоха, и сегодня мы начнем серию уроков про то, как создавать игровые предметы, и будем делать вот такой небольшой проект, металлический сундук, наверное, не знаю, коробка для инструментов, что-то вот такое будем делать. Это будет серия уроков, я думаю, их будет, я затрудняюсь пока сказать, сколько их будет, но по этапам, если так рассказать, будет про моделинг, потом про то, как насклюптить деталей, потом, собственно, как нам сделать развертку, как запечь текстуры, как их наложить, и, может быть, даже сделаем какой-то риг, сделаем так, чтобы у нас крышка этого сундука открывалась и так далее. Если хотите поддержать выход таких уроков, в описании есть ссылка на Patreon, там можете подписаться, и это меня сильно замотивирует дальше что-то такое делать. Окей, начинаем с кубика, переходим в Edit Mode, поднимаем его по оси Z, G, Z, и зажатым контролом перемещаем его наверх, он зажатым контролом будет привязываться к сетке, мы его поднимем ровно вот так, чтобы у него центральная точка была в основании кубика. Это нам полезно, то, что в дальнейшем объект будет проще там устанавливать в игру куда-то, когда у него в основании находится центральная точка. Расширяем по оси Z, чтобы пропорции соблюсти, и копируем верхний фейс для того, чтобы сделать из него потом крышку. Нажимаем P, Selection, и теперь это отдельный объект. Мы его прячем, аж, и дальше выделяем опять верхний фейс у нашего корпуса, и делаем Inset. Кнопка E где-то на 0.15, чтобы не очень толстые были стенки, и экструдируем вниз. Переходим в Airframe Mode, смотрим, докуда нам это все опустить. Опускаем, как нам нравится. Ну, как-то так. Alt-H, чтобы вернуть наш вот этот вот скопированный фейс. Будем делать из него крышку. Я его так скопировал, чтобы центральная точка оставалась тоже внизу, и не надо было морочиться с ее установкой. Экструдируем этот фейс. Единственное, нормали поломались, Ctrl-N, чтобы их починить. И то же самое делаем с нижним фейсом. Inset на 0.15, и немножко экструдируем внутрь, чтобы фактурности добавить. Опять же, в Airframe Mode смотрим, насколько мы можем все это подвинуть там. Так, ну, вроде все ок. Теперь единственное, крышку нужно опустить. Опять же, это лучше делать в Edit Mode, чтобы не сбилась наша центральная точка. Как видим, вот если ее в Object Mode двигать, то и центральная точка сдвинется. Поэтому переходим в Edit Mode. Нажимаем L, чтобы выделить весь объект, или на два раза A. И спускаем ее вниз, чтобы она слегка касалась, или был небольшой зазорчик. Вот, как-то так. Ну, вроде неплохо. Единственное, ну, что-то с пропорциями не так. Давайте. Слишком высоко как-то все это находится. Сейчас опустим немножко по высоте наш ящик. И как-то и крышку тоже. Крышку повыше, и по... Чтобы она опять касалась. Вообще, пропорция — это важная тема. Если мы хотим убедительный какой-то сделать предмет игровой, то важно, чтобы пропорции были убедительными. Потому что, если нам это не удастся, то будет чувствоваться фальш. Вот. Называем по-человечески объекты в N-панельке. Низ назовем ботом, вверх будет топ. Дальше будем делать ручки. Также перехожу в ботом, копирую фейс боковой, и делаю его отдельным объектом. Это будет наша пластина, которая будет держать ручку. Тут я пытаюсь подобрать ее размеры, чтобы, опять же, выглядело убедительно. И добавляю лупы, где мы будем гнуть под нашу ручку паз, так сказать. Вот. Добавляю цилиндр. Это будет наша ручка непосредственно. Примеряю, где это все примерно будет. Вот. На пластину я повесил еще модификатор Solidify с настройками по умолчанию, чтобы придать толщины. И добавляю цилиндр. Ну, не добавляю, двигаю его ближе к стенке. И пытаюсь угадать с размером, какой толщины должна быть ручка. Так. Боковые N-гоны я удаляю. И выделяю луп на пластине. Включаю пропорциональное редактирование с режимом сфера. И отодвигаю по оси Y. Вот. Немножко вот эти две грани с кейлем вместе. И добавляю еще две, чтобы плавности добавить. С кейлем по оси Z. Немножко, чтобы более такой круг был. Единственное, у меня две грани отошли от поверхности. Я сейчас включу магнитик. И с привязкой к вершинам G по оси Y придвину их к стенке. Так. Ну, что-то вроде вот такое получилось. Довольно неплохо вроде смотрится. Единственное, в цилиндр я сделал слишком много граней. И вообще, по сути, я ошибся. Но я решил, что я не буду ошибки выкидывать из видео, чтобы вы понимали, где можно накосячить. И так далее. Я думаю, пользы от этого будет больше. Вот. Я удалил лишние грани. Кропотливый, скучный момент. Но тем не менее. Скопировал цилиндр. Сейчас я буду из него делать уголки. Я их буду гнуть. Делаю это отдельным объектом. Выделяю крайний луп. Вбиваю Snap курсор to selected в пробельные менюшки. И Shift-Ctrl-Alt-C Выбираю Привязать Точку К курсору. И, собственно, вешаю Модификатор Simple Deform. Поворачиваю На 90 градусов. Присоединяю. У нас магнитик и привязка К вершинам включена. Присоединяю к К ручке. Немножко к скейлю, Чтобы уголок прям Заходил внутрь туда. И копирую его. Rotate по Z на 180. Единственное, Виджу Зазор. Это значит, Я с центральной точкой Накосячил. Но пока не буду Это поправлять. Сейчас То, о чем я говорил, Я сейчас занимаюсь Поиском пропорций, Чтобы понять, Как вообще Какие размеры Должны быть в ручке, Чтобы она смотрелась Настоящей. Вот. Копирую Два уголка. Скейлю их по Z Минус 1. Спускаю вниз. Копирую трубку, Спускаю вниз. И пытаюсь Накидать ручку. Сейчас я не стараюсь Сделать ее законченной, Чтобы она вся Подходила друг к другу. Просто пытаюсь С размером гадать. Вот. Понимаю то, Что уголки Какие-то слишком Крупные. И Надо поправить Центральную точку. Делаю все то же самое. Привязываю курсор К выделению Крайнему лупу. И потом Поправляю origin И Scale немножко Делаю поменьше. Сейчас через Alde Я копирую Уголок Уменьшаю Цилиндр И В общем Повторяю все то же самое С уголками. Тут получилось Много Неинтересной Возни, Но Она именно Связана с тем, Что Я искал Размер Вся этой истории. Вот. Чтобы этого избежать Просто Найдите какой-нибудь Референс Этой ручки И Все гораздо Быстрее пойдет Можно быть Подложить Эту картинку И просто Обвести Вот. Я пошел Долгим путем В плане Я придумывал Все это из головы Вообще Это довольно Сложное занятие Одновременно Придумывать И моделить Лучше Делать что-то Одно Вот. Теперь Присоединяем Уголки У нас Включен Включен Магнитик Привязка К вершинам И Нижние Два уголка Старые А эти Я Скопировал И опять же Отскейлил По Z Минус Один Так Спускаю Ручку В edit Моди Копирую И поворачиваю На 90 градусов В скейлю И пытаюсь Подогнать Поближе Здесь я делаю Уже на глаз Потому что По сути Мы когда будем Склеивать Все эти детали Там все эти Неточности Не так важны Будут Теперь я Столкнулся С проблемой Что не могу Применить Модификатор К своим Уголкам Из-за того Что я Использовал Клоны Через Ald Которые делаются Вот И чтобы Они стали Вновь Отдельными Объектами Нажимаем View И там Object Там Data Вот Теперь я забыл То, что Нужно применить Все модификаторы На уголках Вот Теперь все Детали Объединяем Нажмем Ctrl J Чиним Нормальный Ctrl M И Я нажимаю Remove Doubles И немножко Увеличиваю Значение Но так Чтобы не сломалась Сетка А при этом Наши стыки Слились Воедино Чтобы Стало Все Единым Объектом Окей В целом С ручкой Все окей Но единственное Опять же Поменяю Центральную Точку И наложу Мерамодификатор На оба Объекта То есть у нас Сейчас там Пластина И сама Ручка Применяем Где нужно Rotated Scale Через Ctrl A И вот По оси Y Набавил Вторую Ручку Собственно Собственно Именно для этого И делали Чтобы центральная Точка Была в центре Сцены Чтобы легко Было Использовать Мерамодификатор Теперь Делаем Петли Тут Собственно Все то же самое Я копирую Face Но я его тут же удалил Потому что Я его скопировал Только для того Чтобы центральная Точка была Вот Далее я перехожу В него И удаляю этот Face И добавляю Цилиндр На этот раз Сразу я сделал Восемь граней Приближаю его К объекту И Свиду Слева Вернее Спереди Поворачиваю Примерно На 20 градусов Чтобы он Вот так вот Прилегал Выделяю Этот Face И экстрадирую Наверх По всей Z Scale Z0 Чтобы выровнять И заполняю С помощью Аддона F2 Дырки Окей Теперь я Опять же У меня не было Какого-то Референса Петлей Я здесь Все выдумываю На ходу Я пробую Как-то сделать Петлю Немножко Прикидываю И решаю Что Надо бы Сразу Ее Экструдировать Выделяю Вершины Поднимаю Их Немножко И Face Экструдирую Вбок Уже Потом Это целиком Выделяю Через L И Спускаю Вниз Подгоняю И Получается Вот Такая Вот Что-то Вроде Петли Двигаю На место И Добавляю Меррор Модификатор Все благодаря Тому Что у нас Центральная Точка В центре Сцены Вот Единственное Немножко Подгоняю По размерам Хочется Поуже Сделать И Есть Какое-то Ощущение Что Что-то С ними Не так Ну Я думаю Как-то Так Окей Копируем Петли И Они Послужат Основой Для Наших Замков Скопированный Объект Опять же Войдет Моде Чтобы Не Смещать Центральную Точку Перемещаем Ближе К Объекту Нижние Два Фейса Опускаем Вниз И Добавляем Лупката Чтобы Вырезать Отверстие Вырезаем Эти Два Фейса Вырезаем Эти Два Фейса Объединяем Заполняем Дырки Вот Отверстие Получилось Довольно Большое Поэтому Я Боковые Фейсы Со Скейлю По Оси Y И Вот Этот Луп Из Фейсов Подниму Немножко Повыше Ну Как-то Так Получше Выглядит Так Дальше Будем Делать Я Не знаю Как Эта Штука Называется Которая Продевается Замок Опять же Будем Так же Как Уголки Гнуть Simple Deform Единственное Тут Нужно Опять Поставить Центральную Точку В начало Цилиндра Вот То есть Выделяем Крайний Луп И туда Ctrl-Shift Alt-C Ставим Origin Origin To 3D Курсор Поворачиваем Как нам Нужно И Перемещаем 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 Куда Нужно Подгоняем По размеру Scale Мне показалось Надо Пошире Сделать Scale По Y Так Выделяем Крайний Луп И Экструдируем И утапливаем Немножко Внутри Корпуса Немножко Двигаем И Как-то Так И Опять же Mirror Модификатор Применяем Так Теперь Делаем Клепки Их я Делаю Из UV Сферы С Настройками 16 Полос И 8 Удаляю Нижние Вершины Поворачиваем 90 градусов И Чтобы Проще Было Опять же Устанавливаем Центральную Точку Вообще Про Центральную Точку У меня Есть Отдельный Урок Я Рекомендую Посмотреть Разобраться Довольно Важная Тема Вот Здесь Мы Используем Привязку К поверхностям То есть Включаем Магнитик Так Единственное Тут у нас Проблемки С нормалями И С поворотом И Опять Центральная Точка Съехала Так Они 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 Автоматически Привязываются К поверхности Благодаря Тому Что у нас Центральная Точка В основании Выделяю Все 5 Скейлю По Z Со значением Минус 1 И вниз Спускаю И то же самое Делаю Для Ручек Скейл По Z Минус 1 Спускаю Вниз Здесь Как-то Странно Смотрится Лучше Я Наверное По 3 Оставлю На Каждый Тинс Окей Выделяю Все Ctrl J Чтобы Объединить В один Объект Пересчитываю Нормали В Ведет Моде Применяю Rotation И Скейл Опять Слетели Нормали Приходим Ведет Мод Чуним Нормали Ctrl Вот И Привязываю К К Ручке То же самое Делаю С Замком И с петлями Объединяю В один Объект И потом Выделяю Клепки Потом Выделяю Петлю И Ctrl J Таким Образом Последний Объект Важно Выделить Именно Там Петлю Или что-то Где Центральная Точка Уже В центре Мы Выделяем Последним Объектом Тот У которого Заимствуем Центральную Точку Вот Нам В данном Случае Важно Было Сделать Чтобы Клепки Тоже Можно Было Отзеркалить Так И Теперь Вот Я Забыл Отключить Привязку Магнитик Отключаем Добавляем Два Лупа Это Я Делаю Ручку Скейлем И Скейлем По Х Чтобы У нас Вот Такая Ручка Получилась Проверяем Все ли На месте Сделали Петли Ручки Центральные Точки Везде В центре По сути То что мы Сделали Это Не Конечная Моделька Это Просто Заготовка С которой Мы Будем Дальше Работать Я Думаю В Следующем Уроке Мы Поскульптим Ее Добавим Какие-то Детали Потертости Царапины Скосы И так далее Ну и Соответственно Дальше Будем На основе Этой Модельки Что-то Дорабатывать Сделаем Из нее Лоупольку Сделаем Развертку И так далее Вот На этом Все Спасибо Что Посмотрели Если Понравилось Напишите В комментариях Если Не Понравилось Напишите В комментариях Вот И До Скорых Встреч Не знаю Когда Следующая Серия Войдет Но Постараюсь Поскорее Записать Все На этом Все Всем пока